Здравствуйте, проходите, пожалуйста. Всегда рады гостей видеть. Переступая порог этого дома, сразу понимаешь, что здесь живет не только одна из самых больших в России семей, но, возможно, и одна из самых счастливых. Настоящий детский сад, только в нем все дети одной пары, Аллы и Сергея Медведевых. 26 человек. С родителями уже живут не все, у самых старших свои большие семьи. Тут вот можно увидеть всех. Вот они мои первые близнецы. Это сын, который сейчас в армии. Это следом за ними девочка идет. Это я кормлю батальон. На съемочной площадке опять же Яна рядом со мной. У родителей рекордсменов сейчас дома живут и родные, и приемные дети. Впервые усыновили ребенка в начале 2000-х. Любви и заботы хватает на всех. Здесь каждый друг за друга стеной, и любые вопросы решаются общая. Всегда все друг другу помогают. Это очень много моментов, просто это надо вспоминать. То есть, если у кого что-то случилось, определенно можно позвонить старшим, сестрам, братьям. Все, знаешь, что за тобой приедут, тебе помогут. Это всегда. Много у меня друзей, которые говорят, что хотели бы так же жить, потому что... Ну, это реально прикольно. Ну, многие хотят там брата, сестра, они нету. А тут просто и ни один брат, и ни одна сестра, их много просто. Всегда весело, всегда прикольно. Подставить плечо друг к другу члены семьи готовы не только в экстренных ситуациях. Вместе они содержат дом в порядке и участвуют во многих проектах. И готовить маме самой не приходится. Дети помогают. В такой взаимовыручке, кажется, и есть секрет успеха семьи Медведевых. В этом году они стали обладателями награды «Родительская доблесть». Получают ее супруги, воспитавшие не меньше четырех детей. Сколько у тебя братиков и сестер? У меня братики три. Пятнадцать супружеских пар из Брюховецкого, Темрюкского, Туапсинского и других районов края представлены к почетному региональному званию. К награде прилагается вознаграждение. В этом году сумму увеличили до одного миллиона рублей. Губернатор поблагодарил всей семьи Кубани за такой нелегкий родительский труд, мужество и душевную щедрость. Большая крепкая семья всегда была высшей ценностью на Кубани, отметил Вениамин Кондратьев. Может быть, семья без любви? Нет. А может быть, любовь без верности? Тоже нет. Это не взаимоисключающие слова, а составляющие единое целое. Это большое служение друг другу. С собственным примером вы показываете, как нужно жить. Ведь на самом деле жизнь, она скоротечна. Хочу сказать слова благодарности каждому, маме и папе. На Кубани у нас много семей, много пап и мам, которые взяли на себя ответственность за многодетность, за большое количество детворы в их семьях. Ведь это на самом деле сегодня непросто. Непросто. Одно дело говорить и восхищаться, другое делать это реально в своей жизни с утра до вечера и как минимум всю жизнь. Всю жизнь. Потому что сколько им не было бы лет, сегодняшним мальчишкам и девчонкам, конечно, для вас это будут дети. И, конечно, это будет всегда переживание и забота. Сегодня на Кубани почти 80 тысяч многодетных семей. Еще пять лет назад эта цифра была ниже на 30 тысяч. Супружеские пары, которые воспитывают трое и более детей, могут рассчитывать на социальные выплаты и льготы. Только в этом году на различные меры поддержки выделено 23 миллиарда рублей. Вы острее, намного острее других чувствуете проблемы сегодняшней жизни. Именно проблемы сегодняшней жизни. Нехватку детских садов, школ, поликлиник, на самом деле и спортивных объектов, проблемы с нехваткой сегодня электричества, и на самом деле, когда его просто нету. С водоснабжением. И те проблемы, с которыми вы сталкиваетесь, их тоже нужно решать. Потому что, знаете, почему вы их острее чувствуете? Потому что вы переживаете не за себя, а за своих детей. Чтобы ваши дети не сталкивались с теми же проблемами уже в реальной жизни, когда они выйдут из дома и пойдут по дороге жизни. Насколько они будут подготовлены к жизни, вот об этом вы переживаете. Насколько жизнь их примет, насколько они смогут интегрироваться в нее. И вот насколько вот там эти проблемы будут решаться, зависит и их успех, и ваше внутреннее человеческое родительское спокойствие. Все 15 награжденных семей чем-то похожи. Их объединяет история счастья, которая началась, когда в доме впервые зазвучал детский смех. Они личным примером помогают возрождать традиции большой и дружной семьи, где дети растут в любви и заботе. И гладим proving том, что дети не обм bustы солны,